Всем привет! Канал Гараж28. Мы находимся в гараже, но не в 28, а в 24. Кто не знает, да, у меня теперь два гаража. Уже почти как год. Сегодня хочу рассказать о верстаке или столе универсальном складном, который я сделал во втором гараже. Переходим на основную камеру. Итак, основной верстак, и он довольно маленький, да. Здесь буквально полметра свободы, все вечно забито. И так как у меня есть один диван и есть второй диван, я решил сделать такой вот верстак складной. По принципу, как у меня в 28 гараже сделано, так и в 24 будет. Изначально была мысль сделать всего два стола. Я, наверное, говорил про двойной стол в предыдущем видео по столу с 28 гаража. Но сегодня я сделал еще и третью столешницу. Итак, смотрим варианты, как все это дело работает. Само собой, они все на петлях. Здесь вот видно петли, 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 обычные, дверные. Несмотря на то, что они довольно слабенькие, но они не слабенькие, но очень люфтят сильно. Здесь с такой столешницей, почти тридцаткой, и хорошим брусом на 8 саморезов, 4 туда, 4 в столешницу, на одной петле, и еще также 4, 4. Держатся очень прекрасно. Само собой, они подпираются брусьями. Брусья даже промечены у меня. Первый, второй, третий. Первый, второй, третий. Итак, смотрим, какие варианты мы можем использовать. Итак, первый вариант как раз как в 28 гараже. Ровно посередине одна столешница. Она немножко короче, чем в том гараже. Ради прикола. Там у меня, по-моему, 80 длина. Да, здесь 70, 71. Зато ширина там 40, а здесь 60. Здесь можно спокойно поставить стул, крутиться у компьютера, что-то делать здесь, что-то на верстаке. То же самое, здесь свободный доступ ко второму дивану, там доступ к первому дивану. Кто не знает, как у меня все устроено в основном гараже. Также стоит диван, приблизительно такое же расстояние до стола. А здесь у меня стоит шкаф. Ну, по подобию вот этого шкафа, но прямо в угол зажатый. В нем испытательный стенд встроен, и еще куча-куча разных секций. Плюс там тоже полочка какая-то со щупами. Ну, приблизительно вот такое же расстояние свободное остается. То есть, это, по сути, клон 28-го гаража. Также возьму повыше ракурс, чтобы вы понимали. Машину, когда я загоняю что москвич, что оду, я колесами упираю в уголок люка кессона. То есть, вот он. Сюда приблизительно встает машина. Но, если сюда я встал колесами, то я спокойно могу обойти машину сзади. Если машину выставить поближе к воротам, здесь будет как раз не колесо, а именно бампер. И места вполне достаточно, чтобы проходить. Вот, так будет понятно. Почти ширина люка в кессон. Соответственно, если нужно машину загнать полностью вперед, все эти столики складываются. И сзади будет очень много места. Итак, это первый вариант столика. Так вот выглядит второй вариант столика. И это был основной дизайн для этого гаража. Основная задумка. То есть, у каждого диванчика свой столик. Чем-то похоже на столики, которые у нас в вагонах пассажирских используются. В железнодорожном транспорте. Ну и в данном случае, самое козырное место, это в середине. Садишься и крутишься. У тебя один верстак свободный, второй верстак свободный. И какие-то инструменты навалены, допустим, на верстаке у стены. То есть, я вот так вот сел. Сзади меня стул. Опять сзади меня стол. Я здесь что-то делаю. Здесь у меня инструменты. Всякая фигня. Какие-нибудь болгарки, дрели навалены. И здесь еще стол. Грубо говоря, тут можно чай пить. Тут можно работать. А тут хроничный инструмент. Такая вот дикая задумка была. Но, опять же, это еще не все. На этом я не остановился. Ну и окончательная версия. Это третий вариант стола. Само собой, все три столешницы полностью подняты. Да, средняя часть немножко у меня получилась короче, чем боковые. Но это потому, что это последняя столешница оставалась обрезом. На нем даже рисунок поперек, а не вдоль. И так получается здоровый-здоровый стол. На котором можно хоть банкет какой-то накрыть. Хоть работать с какими-то длинными заготовками. В видеоролике про лайфхаки я рассказывал, кстати, насчет крышечек от любых банок краски. И они идеально здесь фиксируются. Одно отверстие было. Это был все-таки офисный стол под компьютер. И в нем стояло вот такое вот кольцо какое-то для проводов. Нам оно не нужно. Здесь идеально встает крышка. То же самое здесь я сделал. Точно так же входит крышка. Что-то делаешь. Сюда болтики хоп-хоп накидал. Спокойно извлек. Можно просунуть в сетевой провод такого-нибудь инструмента и подключиться. Кстати, вот на этом столе, наверное, вот здесь будут размещены розетки. То есть, когда он будет сложен, розетки будут, грубо говоря, между столами. Что очень удобно. Туда паяльник, туда паяльный фен раскидал. Еще что-то. Какая-то дрель лежит тоже. Все будет здесь подключено. Несмотря на то, что у меня там двойная розетка. И там двойная розетка. И вон там двойная розетка. Мне этого мало. Как всегда. А что вы хотели? Вы помните, сколько у меня в первом гараже розеток? 64. И мне мало. Еще одна случайно найденная функция. За счет вот этих вот промежутков. Можно спокойно любую заготовку зафиксировать струбцинами. В любом положении. Прихватка, блин, посреди стола. Это вообще шикарно. Зажал все. Может работать. Насчет крепости столов. Ну, я в них просто пипец как уверен. Монолитная такая столешница. Они не шевелятся. Ни вправо, ни влево. Вверх немножко. Можно каждый подкинуть. Но они очень тяжелые. И постоянно держатся на брусках. Бруски даже не старался выровнять сейчас для видео. Вот как-то так. Такой получился клевый стол. Насчет надежности. Ну, давайте проверим, наверное, на мне. Раз я этот стол сделал. Мне им и пользоваться. Опять же, очень высокая антресоль. Я с табуретки не вижу даже, что на ней находится. Теперь за счет стола я могу просто встать на него и спокойно с головой практически залезть на эту антресоль. Так, табуретка у меня занята под штатив. Возьмем стул. Я больше за стул переживаю. Высота как раз под потолок. Такой вот по крепости получился стол. Я уж какой раз говорил, что хочу сделать обзор, да, рум-тур по этому гаражу. И все, руки не доходят. Но вот, по сути, сейчас почти законченный гараж. То есть, диванчики нашли свое место. Гоша привез эти диваны задние от Ford Scorpio. Там сидушка и спинка. А здесь две сидушки. Одна из них используется как спинка. Стол теперь полностью готов. Кстати, сейчас перейдем на основную камеру. Там расстояние между железными конструкциями позволяет идеально убирать туда стул, который я тоже переделаю. Нужно его восстановить. Он так-то вроде крепкий. Также этими щитами закрываются все полки. То есть, ничего особо видно нет. Ну и опять же остается свободный доступ. Допустим, в середине стоит стул, который нафиг не нужен. Среднюю столешницу опустить. И доступ из середины сразу ко всем полкам. Полки неудобные, потому что уголки мешают коробке доставать. Постоянно в уголки упирается всякая тара. Со временем или застелю нормально полки досками, или... Да нет, тут выход только один. Поднять полки. Ну, музей аппаратуры я показывал уже не один раз. Так скажем, в допах, да. Особо ничего такого сверхъестественного нету. Сейчас вот между делом использую остатки ДСП. Делаю колонки для этого гаража. Потому что всякие динамики, типа 25 ГД, лежат без дела. В машину их толком не засунешь. А здесь пускай поют. Как комнатные гаражные динамики. Не обещаю, но возможно по ним тоже будет выпуск. Кстати, наша клубная колоночка тоже здесь. С очередной сходки завезли ее сюда. Хозяин пока за ней еще не пришел. Тут вот, кстати, такая радиола стоит. Тоже не знаю, как бы передать человеку, который хочет ее забрать. Все это занимает место. Да, по сути, гараж там вроде как весе показал, да. Ну, только что ничего не рассказал. А тут висит с днем рождения. Я не люблю вещи, которые лежат без дела. Вот было просто с днем рождения надпись. Я не знал, куда ее деть. Дома валялась лет 10. Я ее повешал сюда. Ведь реально в гараже иногда днюхи встречаем, отмечаем. Еще какие-то события происходят. Вот как-то так. Кому видео понравилось, кому понравился складной универсальный столик, как в вагоне. Ставьте лайки. Подписывайтесь на основной канал, лайв-канал. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Яндекс и ТикТок. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, всем всего самого наилучшего. И всем пока. Докматериальщики. Ну, что еще сказать по столу. В предыдущем ролике по столу с того гаража я, в принципе, рассказывал про этот столик и про тот столик. И вот здесь уже у меня, по сути, со столами все закончено. А в том гараже столешница так и не установлена. Потому что захотелось там сделать паз по светодиодную ленту, спрятать ее. Захотелось попробовать выжечь лазером логотип канала и прочее. И, в общем, дело встало. Потому что нужны нормальные эскизы. Нужно время. Нужно двум человекам. Одному это мне. Второму это лазерщику, столеру. Как-то скооперироваться. Все эти макеты, все эти эмблемы. Все это собрать в кучу. Все это согласовать, разместить как-то. Изготовить и еще поэкспериментировать с покрытием. И много-много разных вопросов. Поэтому стол в основном гараже завис. А здесь уже финальный, по сути, вариант. Доделывать, ну, кроме розеток, наверное, нечего. Здесь в основном в столе делать дырки, наверное, не буду. Хотя можно одну сделать чисто под кабель. Ну, а розетки, кстати, реально удобно. Что-то делаешь. Тут же вставил, вставил, вставил какой-то инструмент. Допустим. Если столешница убрана, у меня специально линия проведена. Это место, которое уходит вот сюда. Да, они уходят заподлицо. То здесь тоже, в принципе, доступ розеток нормальный. У меня уже розетки закуплены. Вот так. Раз, два, три, можно четыре двойные. Итого сразу восемь штук. А есть, кстати, в гараже в основном, по-моему, пилот. Можно и пилот сюда приделать. Ну, то есть удлинитель с кучей розеток. Наверное, даже в этом гараже где-то есть пилот. А, нет, нету. Тут тройной. Тут вот шесть розеток. Можно их перенести, кстати. Все равно удлинитель планировали переделывать. Да и проводок тут слабенький. Колонки, колонки. Чайный столик абсолютно такой же практически, как в основном гараже. По сути, все делается, чтобы было понятно, все планируется с основного гаража. Расположение компьютера так же. Расположение дивана так же. Приблизительно инструмент будет развешан почти так же. Электроинструмент находится в том же месте. Калитка, само собой, тут не подгадывал. Так совпало. Электрощиток, само собой, как входишь по правую руку. В обоих гаражах сделаны переносные маленькие ночнички. То есть заходишь в темноте, он сам включается и подсвечивает тебе щиток, чтобы ты не лазал в темноте и не искал автомата. Ну и чайный столик в том же положении. Даже банка сходу так же стоит. Ну а все остальное, это само собой уже по-другому. Кстати, светильник даже такой же, как в том гараже. Все, всем пока. Так, туда, туда, туда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!